Коммунальщики должны россиянам 34 миллиарда рублей. В такую сумму генпрокуратура оценила ущерб от системных нарушений в сфере ЖКХ. Сегодня в Госдуме искали слабое звено в цепи коммунальных проблем. Приличная порция критики досталась правоохранителям. Юрий Чайко, а именно он, сегодня выступал перед депутатами и заявил, что часто дела о коррупции в ЖКХ не расследуются годами, а то и вовсе закрываются. Алексей Лазуренко о диалоге генпрокурора с народными избранниками. Российские депутаты очень любят, когда на охотный ряд приходят хранители закона. В рамках правительственного часа у них можно интересоваться любой злободневной темой. Но генеральный прокурор и в этой череде стоит особняком. Он и гость здесь, нечастый по закону, его годовой отчет адресован Совету Федерации и отвечает за все, даже если пришел поговорить лишь о состоянии ЖКХ. Коммуналка – горячая тема для подчиненных Юрия Чайки. Только за прошлый год 320 тысяч нарушений и тысяча уголовных дел. ЖКХ – единственная сфера, где прокуроры фиксируют рост скрытых нарушений. В 2013-м их стало больше ровно в половину. Такие регистрируют, например, выездные приемные генпрокурора. В отопительный сезон они открылись в каждом федеральном округе и теперь продолжат свою работу. Доказано, прокуроры влияют на отрасль ЖКХ, как никто другой. Сразу возвращались годами накопившиеся долги. Выяснялось, что сети уже начали ремонтироваться и принимаются на баланс. Практически каждого из руководителей коммунального комплекса я спрашивал, что мешало сделать это раньше. Чайка сам знает ответ на этот вопрос. Отсутствие дисциплины во властных коридорах регионов, органы жилищного контроля, что вроде и созданы, но мало где работают. Только надзорные органы вынуждены вести борьбу с незаконными отключениями воды, света и газа, а еще с цифрами в платежках управляющих компаний и отвечающих за тарифы структур. Именно тот ценовой произвол, который они устроили при установлении тарифов, платежей и нормативов потребления коммунальных услуг, является одним из основных факторов, обостряющих социальную напряженность в обществе. Карта этих коммунальных аномалий простирается от Санкт-Петербурга до Карачаева-Черкесии. Исключительно работы прокурора все это не исправить, говорит Юрий Чайко. Нужен закон об ответственности управляющих компаний, и административной, и уголовной. Помочь с дискриминализацией ЖКХ могла быть чуть более скорая работа правоохранителей. Следствие, как правило, объясняет волокиту сложностями при проведении экспертиз. Однако мы располагаем не единичными примерами, когда они назначаются спустя длительное время, от полугода и до года. Поэтому и до суда доводится только четвертая часть этих нарушений. И возмещение ущерба на стадии следствия порядка 860 миллионов рублей. Это лишь 2,5% от всей суммы ущерба. Прокуратура считает, что коммунальщики должны возместить своим потребителям 34 миллиарда рублей. После этого депутаты и пытают Юрия Чайко по всему спектру наболевших в регионах проблем. Отвечает он всем уверенно. И в завершении получает поддержку депутатов. Как известно, прокуратуру еще со времен Петра Первого именуют оком государевым. К сожалению, очень часто это око бессильно что-либо сделать, кроме того, как зафиксировать нарушение закона. Получается, как в поговорке, видит око, да их зуб не имет. Наша общая задача всех фракций сделать так, чтобы зубы у прокуратуры были действительно острые и крепкие. Аксин Зуренко, Татьяна Гагарина, Вадим Степченко, Ренат Тимершин, 5 канал, Москва.